Дорогие друзья, сегодня у нас в стране большой праздник. Мы отмечаем День Народного Единства, праздник, знаменующий триумф исторической справедливости. 85 лет назад освободительный поход Красной Армии поставил точку в вопросе нашего государственного самоопределения. Народ долгие годы, разделенный на западных, восточных белорусов, стал единой нацией. Началась история большого пути в годы Великой Отечественной, драматичного и героического, после Великой Победы, мирного и созидательного пути. Сегодня во Дворце Независимости собрались истинные продолжатели традиций тех, кто не спасал перед трудностями века минувшего, кто создавал, защищал и поднимал нашу страну. Среди награжденных работники сферы образования и здравоохранения. Вы всегда рядом с людьми и порой знаете о проблемах каждого из нас больше, чем родные и близкие. Мы гордимся нашими учеными и производственниками, воплотившими мечту белорусов, в том числе и о народном автомобиле. Сегодня мы благодарим за талант и мастерство деятелей культуры. Вы обогащаете национальное наследие, созидаете будущее, оставляя в искусстве яркий след. Спасибо тренерам, взрастившим наших новых олимпийских медалистов. Летлия Олимпиада стала еще одной значимой страницей в истории отечественного спорта. Нас пытались отстранить, лишить флага гимна, но мир все равно говорил о белорусах, восхищаясь их победами вместе с нами. И говорит этот мир снова благодаря блистательным выступлениям сборной Беларуси на чемпионате мира по пожарному спорту. Девять медалей, пять золотых, две серебряных, две бронзовые, мировой рекорд, каждый успех во славу нашей родной страны. Это настоящий подарок к сегодняшнему празднику и результат вашего титанического труда. Нам действительно по силам любые трудности мы убедились в этом, приняв удар природной стихии. Сегодня мы чествуем спасателей и энергетиков, коммунальщиков, лесников, которые работали не считая с личным временем обстоятельствами и в кратчайшие сроки вернули жизнь людей в нормальное русло. И, конечно, за возможность строить планы на будущее, идти к мечтам и воплощать их, мы благодарим людей в погонах, которые стоят на страже порядка и закона, берегут наше чистое небо. Это и есть народное единство, когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях, а общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной и мирной. Дорогие друзья, я искренне поздравляю с высокими наградами и почетными званиями собравшихся в этом зале. Своими достижениями вы сделали этот праздничный день во Дворце независимости особенным. Спасибо за труд. Спасибо всем, кто на пути к успеху стал для вас надежной опорой. Родным, близким, друзьям, коллегам, вашим сослуживцам. Личная награда – это всегда результат совместной командной работы. Также за каждым достижением страны, историческим, современным, всегда стоял и будет стоять весь наш народ. С праздником вас! С Днем Народного Единства! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Александр Григорьевич, хочу от лица спортсменов тренерского штаба, спортивной общественности, поблагодарить вас за большой труд, за то, что вы влаживаете в спорт огромные силы и энергии. В Республике Беларусь огромное количество объектов, которые могут посоперничать с другими европейскими странами. Хочу сказать слова благодарности за вашу поддержку, то, что на Олимпийских играх мы выступили в числе 17 человек и смогли достойно представить нашу страну. Завевали 4 медали разного достоинства, не только благодаря поддержке наших родных и близких, но и постоянной поддержке нашего государства, наших людей, которые писали теплые слова. И нам, олимпийцам, давало это уверенности и сил в том, что мы прославим свою страну. Даже то, что без гимна и флага, но мы понимали, что за нами стоит огромная страна, и мы сможем добиться успеха благодаря вам. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и всю страну с Днем Народного Единства. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, сил и, конечно же, терпения в вашем нелегком деле. Спасибо огромное. Аплодисменты 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 Как сказал наш учитель, очень правильно сказал, волнительно находиться в этом зале, потому что здесь непростые люди, здесь великие люди, люди лучше из лучших. Я буду рад встретиться с вами, даст Бог еще раз, а может быть и не единожды, здесь в этом зале, чтобы вручить вам очередные государственные награды. Я уверен, вы этого добьетесь, вы этого заслуживаете. Счастья, успехов вам, а главное здоровье, как я говорю, а все остальное мы купим. С праздником вас!